О, эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Маугли здесь, и... Я сам не ожидал, что у нас будет ещё одна серия по Hello Neighbor, но вот она, в общем-то, есть. Привет, соседушка, снова мы скажем нашему усатому хмырю. Сегодня мы будем немножечко издеваться над ним больше, чем мы делаем это обычно, хотя вы можете спросить, а куда же больше-то? Нет, действительно, мы будем над ним немножечко издеваться с помощью чит-кода, который вы написали в комментариях. Я его посмотрел, пощупал, попробовал и увидел, что он реально работает. Этот чит-код, он не просто меняет, там, размер или что-то ещё, а он удаляет объекты. То есть мы можем стереть с лица земли, этой земли, всё, что угодно, любой объект. Поэтому сейчас мы перейдём в режим полётов, для того, чтобы нам можно было как-то, знаешь, симулятор бога поиграть. Попробуем сейчас поудаляем что-нибудь. Допустим, давай-ка попробуем удалить вот эту машину. То есть, по идее, если мы подлетаем к какому-то объекту... Давайте изменим размер. Вот, я хочу, знаете что, я хочу стать очень маленьким. У нас размер единичка. Вы пишите в комментариях, типа, Маугли, поставь размер 100, допустим, там, или 500, или 1000. Неужели вы не смотрели предыдущие серии по «Перевет сосед»? Мы же вставили там, по-моему, вставили сотку, и игра просто вылетала. Поэтому мы не будем этого делать. Мы сейчас... Сделаем маленький размер. Допустим, сделаем 0. 0,1. Вот такой вот малыш у нас. Так, быстро госпоставили. Всё, смотри. Я, по идее, должен был стать очень маленьким. Это так и есть? Да. Я очень маленький. Я настолько маленький, что у меня даже ног нет теперь. У меня остались одни лишь ботинки. Получается, я уменьшился в 10 раз от нашего стандартного размера. Вот такой вот малыш бегает. Он просто потерялся в этих самых ботинках, где-то куда-то и улетел. Давайте сейчас попробуем удалить эту машину. Почему я поставил такой маленький размер? Чтобы соседушка меня вдруг не достал, не схватил за ноги, если вдруг подлетит ко мне подближе, подбежит, как-то попытается меня ухватить. Этот код называется DestroyTarget, если я не ошибаюсь. DestroyTarget. Да, вот он, смотрите, внизу. Самый верхний. Мы наводим на какой-то предмет свой курсор, нажимаем DestroyTarget и уничтожаем ее. Не понял, а что ничего не уничтожилось? Почему машина у нас не уничтожилась? Так, давай-ка пробуем еще раз. Может быть, мы были слишком далеко. Так, DestroyTarget. Нифига не работает! Я не понял, что это такое. Погоди, ну неужели на машину не работает? Давай попробуем удалить столб. Так, DestroyTarget. Даешь ты, длин? Давай, давай. Оп-па! Вот, видите? Мы удалили с вами столб. У нас теперь просто провода висят на воздухе. Так, давай-ка еще немножечко поугараем. Мы сейчас соседу вырубим электричество. DestroyTarget. Было бы какая-то здесь... Есть! Быстрое минимум можно было бы, чтобы коды углевать. Мы даже один провод с вами силовой убрали. Сейчас мы соседу тут полностью его отрубим от мира, от цивилизации. Ведь странно, почему машина не исчезала. Давайте вот этот столб тоже удалим. Была бы какая-нибудь панель быстрого доступа к читам, для того, чтобы можно было быстро их набирать. Вот так вот! Смотри, провода просто у нас призрачные провода. Ладно, ладно, ладно. Чего, давайте еще попробуем что-нибудь убрать у соседа. Если я... Я боюсь, что я вот если попробую стекло убрать, он у нас уберет полностью весь дом. Давай попробуем это сделать. Ради интереса, так? Опа! Я убрал все стены! Ой, ребят, смотрите! Соседа! Сосед, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо, не надо. Ты так не шути со мной, слышь? Я сегодня... Я сегодня в симулятор бога играю. Ты забыл об этом. Я могу с тобой все что угодно сотворить, понял? Ты, падла усатая! Не догонишь! Хреночки, ты можешь мне что-то сделать. Да, чтобы он меня не поймал. Я не хочу опять у нас респауниться Давайте посмотрим, что у нас дома случилось Я не знаю, на чём он держится Может быть, вот на этих водосточных трубах он держится Но почему-то окна висят Смотрите, всё прозрачное вообще Можно спокойно бегать вообще хоть где То есть, по идее, смотри, вот этих Моделей стен теперь вообще В принципе нет То есть мы можем спокойно бегать по дому Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ах ты, сволочь ты такая Так, смотри Нету ничего, можно спокойно А, я в гости всё-таки ещё бегаю Так, сейчас давай-ка из госта выйдем Так, взлетаем чуть повыше Волк пишем Волк, так, стоп, не то Волк Опа, так что ж такое-то Куда я упал? Почему я упал? Я хочу быть Может быть, потому что я слишком маленький Давай пробуем ещё раз, волк Я не понимаю А, я очень... Дело в том, что я поставил Размер 0.1 А это означает, что я очень маленького размера стал Нет, надо всё-таки как-то увеличиться, наверное, в размере Так, опять взлетаем Давай единичку поставим Или поставим чуть поменьше, чем мы обычно бываем Сосед ходит по траве лошара Так, change size Мы делаем... Ну, давайте поставим 0.5 Пусть будет половинчатый размер Оба, так, стоп Гост опять Врубаем Взлетаем Постоянно приходится проваливаться Потому что я почему-то сразу какой-то тяжёлый становлюсь Если вдруг меняю размер и Падаю вниз Но вы эту фишку уже знаете, потому что Мы постоянно с ней сталкиваемся Всё, мы теперь сейчас включаем ходячего Ходячего муравья Вот он мой маленький человечишка Так, вот у меня ножки Они просто проваливаются как бы под землю Он сам-то в размерах не уменьшается Он просто провалится под землю Так, давай-ка Вот, смотри, я взял Я бросаю Маленькая Ты посмотри, какая игрушечная газонокосилка у нас образовалась Потрясающе То есть, по идее, мы с вами Мы с вами можем вообще, знаешь, что сделать? Если помните, у нас была штука, когда мы Ох ты, сволочь У нас была штука, когда мы с вами брали предметы Увеличивали их Потом бросали А теперь мы можем сделать такой интересный челлендж Я помню, что многие об этом вписали в комментариях Типа, уменьши все объекты в доме у соседа И мы реально можем это сделать Смотри, они всё маленькие Очень становятся игрушечные Жалко, вот этот стол я не могу взять Я же не могу его взять Я могу просто взять телевизор На, сосед, тебе маленький телевизор, смотри Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего Тихо, тихо, тихо А здесь дверей-то больше нет никаких По идее, мы никак не можем Теперь Ааа, от него скрыться От соседушки Не спрятаться Не скрыться Чмо усатое Позвольте поглумиться Я теперь через забор даже перепрыгнуть не могу, прикинь Слушай, он теперь вообще будет меня троллить Потому что я-то маленький стал Маленький да удаленький Так, давай Ой-ой-ой, бежит что ли за мной? Бежит, 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 хмырь Давай! Ещё также написали в комментариях, что если ты бежишь и прыгаешь То ты от него быстрее убегаешь Я вот что-то этого не заметил, честно говоря Чё, опять что ли? Да что ж такое-то, блин? Мне, прикинь, через бордюр даже приходится перепрыгивать Хе-хе Сейчас я его поджопника дам На, сволочь! Да-да-да, что-нибудь кину сейчас в него Дайте мне какую-нибудь вещь Вещь дайте какую-нибудь Слушай, ничего нету вообще Даже камень у меня, смотри-ка, здесь висит В воздухе Сейчас, погоди, я до тебя доберусь Творюга ты такая У меня вообще никакого Вот, у меня вешалка есть Сейчас маленькая вешалка тебя Захреначу На, падла! Хе-хе О, промахнулся Хе-хе Ну чё, сосед? Привет тебе! Как ты себя чувствуешь? Нормалёк всё? Ну, я пройти здесь не могу Я перепрыгнуть не могу Чёрт, он бежит за мной Он бежит за мной Усатая падла Чё, опять что ли? Быть маленьким не так-то круто на самом деле Потому что ты Становишься очень и очень уязвимым Ладно, ты посмотри А, бежит Бежит за мной! Хрен усатый Давайте чё-нибудь ещё попробуем ему поудалять Как вам такая идея? Или будем продолжать уменьшать разные объекты? Так У меня была идея, знаете, что сделать? Хе-хе Если уж мы не можем его никак посадить В... В ведро То можно попробовать сделать так Что мы, допустим, спустимся на уровень ниже И поставим туда ведро И потом мы это ведро И уберём пол под соседом И сосед упадёт в это ведро Я попробую это чуть позже Но пока что не знаю, получится это или нет Написали также в комментариях, что он боится красного ящика И он реально его боится, смотри А, нет, ни хрена он его не боится Ха-ха-ха А чё у нас с ящиком, кстати, происходит? А почему у нас ящик летает в воздухе? Вы можете мне это объяснить? Что с ним не так? Что это за призрачный ящик? Может быть там какое-то привидение внутри сидит с мотором? Карлсон там? Так, я бросил в него ящик Ну-ка давай Смотри На, сволочь А почему? Чё ты не бросаешь-то? Давай Вот я ему бросил Ящик красный Красный чемоданчик Соседушка Соседа Соседа Держи Смотри Нифига он его не боится Чё вы говорили? Вы в комментариях писали, типа Он боится его Может быть в первой альфе он Действительно его боялся Сейчас он вообще не боится Так, ладно Он меня вообще ловит только так Я предлагаю что сделать? Я сейчас нормальный размер себе приму Так, вот, нормальный размер Чтобы я, по крайней мере, мог бегать здесь спокойно Падла А я могу спокойно же бегать здесь? Да что ж такое-то ты? Падла, уйди отсюда Хмырь Так, давай Да что, я вообще не могу понять Понятно, потому что нет теперь никаких стенок Он меня видит Полностью меня видит всего Всего, как облупленного А вот это что за такая штука? Поэтому он спокойно меня и ловит Да это что такое у нас здесь? Вообще непонятно Смотри, какие-то А, это выключатель Выключатель у нас никуда не делся Я не понял А что это у нас мини-вешалка летает здесь? Мини-вешалка не должна летать Вот такой вот крутой дом мы сделали для соседа Теперь он может спать спокойно Смотри, где Ха-ха Че с тобой? Ха-ха-ха Почему он спал? Он спал на воздухе Я не знаю А если мы вообще его диван уберем? О, давайте-ка попробуем это сделать Так, где мой гост, любимый? Гост Все, давай сейчас ему диван уберем Чтоб он не мог нигде спать Вот так вот сейчас сделаем Так Дестрой Быстро-быстро-быстро Опа, че не удалилось? Ничего не удалилось Слушай, он меня не видит что ли? А че он меня? Почему он меня не видит? Я хочу диван удалить Почему-то не удаляет Некоторые предметы, видимо, какие-то Важные квестовые предметы Типа вот этого Кресла, на котором он спит Они почему-то как-то вот Не удаляются Так, я ему подпер здесь Окей Пойдет А больше здесь А че подпирать-то? Все равно стен нету Какой смысл-то? Ха-ха-ха Так, ключ-карта у нас Тихо-тихо-тихо-тихо, соседушка Тихо, улетаем Так, убежал Еще бы предлагали Запустить в него самолетик Но я пытался это сделать Но вы видели, что он у меня Куда-то исчез Просто испарился Сейчас мы его еще раз возьмем Увеличимся в размере Попробуем его запустить Как-то подальше Вот отсюда, допустим Пока соседушка у нас там бегает Так, быстренько меняем размер Пять сделаем Так Пятерной размер у меня теперь есть Стопы, стопы, стопы Летай наверх Сейчас попробуем соседа запустить По идее, конечно, он должен увеличиться Но вот у нас было то же самое с ружьем В котором мы стреляли И пульки вылетали очень маленького размера Причем на непонятно Какое-то вообще короткое расстояние Допустим, давай Сейчас попробуем запустить его Вот он опять куда-то улетел Он опять куда-то улетел Этот чертов самолетик Он делся Ну, просто исчез Я не знаю, почему так происходит Но так или иначе Так, ну что Самое время сейчас попробовать Все-таки взять это Сделать большое ведро Попробовать поймать соседа Это что у нас? Почему молочишка у нас здесь Какое-то странное Под землей Убегает от меня Оно от меня убегает Попробуем сейчас сделать Это большое ведро Которое, кстати, где оно у нас? Здесь Вот, тихо Вот я его взял Попробуем сейчас поймать туда соседа Именно по методу Которое я рассказал чуть раньше Это какая-то жесть происходит У нас сосед провалился Прямо под дом И попал в коробку Смотрите, помните Мы с вами Пытались выполнить челлендж Поймать соседа В мусорный бак Так вот, друзья мои Вот он сидит у меня В мусорном баке Так почему там Мусорный бак перевернут Кверх ногами Что происходит? Я использовал Специальный код Специальный чит Который у нас Называется Destroy Target Я его нашел На видео У других ютуберов Он уничтожает Какие-то объекты То есть, если мы Допустим, наводим На дверь Нажимаем Destroy Target И он полностью уничтожает Она просто исчезает Проблема, конечно, в том Что игра иногда Поглялась Вылететь после этого Я не знаю Что происходит сейчас Вот с этим вот Ведром Но, по-моему Он превратил Оно превратилось В какой-то горшочек вари Бесконечный Рок изобилия Из которого Спаунятся вещи Не знаю Почему они летят Но Фишка в чем Что я пытался Убрать пол Под соседом То есть, моя идея Была такая Что я ставлю ведро Где-то здесь Жду, пока сосед Встанет на место Над этим ведром И убираю пол Удаляю пол Сосед падает В это ведро Но, почему-то Получилось так Что ведро у нас Поймал соседа Сверху вниз Это очень странно Я боюсь С него подойти Потому что Он меня может Поймать Но, прикол в чем Что на его коробке Написано Бюро находок То есть, потерянные И найденные вещи Он угодил прямо В эту коробку И он стоит Почему-то в ней Я боюсь Что если подойду К нему Он меня запалит И меня схватит Наверняка Но, лицо заседа Оно Абсолютно Ничем не обеспокоен Ты посмотри Как он Уверенно себя чувствует В этой коробке И он у нас попался Все-таки Попалась эта шельма В мусорное ведро Так что Челлендж Можно сказать Выполнен Осталось лишь только Давайте уберем Коробку Которая находится Под ним Так, стоп Сейчас мы включаем Ход Destroy target И посмотрим Полетит ли сосед Оооо Сосед полетит Полетел вниз Где полетит Где сосед Соседушка Ты где Вот он Полетел Полетел Куда он улетел Куда он улетел Куда сосед улетел Я не понял А, вот Он бесконечно падает Теперь Ха-ха Что с ним происходит Я вообще не понимаю То есть, тут Как бы Вот эта вот Отладочная Область Ооо Он у меня увидит Ха-ха-ха Смотри, он меня увидел Но он ничего со мной сделать не может Че соседушка Летаем, да? Как ты себя чувствуешь? Это отладочное меню Оно работает не очень Гладко Когда вот Вещи в нем Спаунятся Очень Хаотическим образом Начинается Какая-то вот Непонятная Вакханалия С летающими предметами Вот Я до сих пор не понимаю Почему они спаунятся здесь Прямо из этого ведра Че к чему Что случилось Соседушка Смотри-ка Здесь появляется Бесконечное количество коробок Все это по-моему Падает куда-то вниз Давайте слетаем И посмотрим Что нас ждет там внизу Потому что куда-то же Это все дело падает Вот смотри Вот они же летят Эти вещи Или они исчезают А, они исчезают На каком-то уровне Кстати Обратите свое внимание Они исчезают Вот примерно на этом уровне И Я понял что происходит То есть поскольку у нас сосед Падает вниз И появляется опять наверху То скорее всего Вот эти вещи Которые падают вниз Они точно так же Спаунятся вот из этого места То есть все нормально Все в общем-то Как и было прежде Но Но У нас нет абсолютно Травы здесь никакой Все вещи Они спаунятся И падают снова здесь Я не понимаю Что такое происходит И почему Эта область Она такая Я причем пытался Каким-то образом Допустим Улететь на чите Гост Вот этот призрак Который позволяет Проходить нам сквозь двери Пытался пролететь И отключить его Чтобы думал Может быть я задержусь Вот на этом Пурпурном поле Но Меня опять же Спаунило И сразу я появлялся В доме соседа Так вот Видимо здесь стоит Какая-то непонятная область Которая Как бы является Порталом определенным Для того чтобы Ничто не могло Так спокойно проходить Эту область И падать вниз Потому что дальше Если вы помните У нас вот под этим местом Находится как раз Туннель Вот этот бункер Недоделанный Страшный бункер В котором соседушка Промышляет А вот сейчас мы можем Вообще очень близко Подойти к соседу Очень близко можем К нему подойти И посмотреть в его наглые глаза Жалко что здесь нет режима Слоу-моу Что-то он слишком близко В общем смотри Он в разных местах Спауниться я смотрю Где-то ближе он был Где-то дальше Но сейчас вроде бы На одном смотри Вот он летает Ну что Я надеюсь тебе очень весело Тварь Потому что ты нас Так достал свое время Что теперь мы будем Сидеть тебе по полной программе А здесь получается Такой вот Бермудский треугольник Падает все вещи вниз Потом вылетают Обратно из этого ведра Что будет интересно Если я уберу это ведро А давай-ка просто возьмем его Так А-ха-ха-ха Теперь они просто У нас будут летать Прекрасно Давай-ка запустим Сюда ведро Так и ведро у нас Где-то должно Теперь А-ха-ха Теперь ведро у нас Будет падать здесь Ребят Смотрите Это просто жесть Так Эй Смотри Водопад из вещей Я не знаю вообще Что происходит И как сосед Сможет вообще отсюда Выбраться Сможет ли выбраться Вообще Но ведро здесь застряло Наше Мы же можем его По идее взять Взять и бросить Его вот сюда Прямо в соседа Ну как Где оно теперь у нас оказалось Вот оно у нас Летает по порталу Это вообще О-о-о Смотри Так сосед где у нас Сосед у нас падает Все Что-то падает Он как раз теперь падает Сквозь ведро Смотри Ну-ка Вон он вылетает Вон это шельма Вылетает У-у-у Сосед катается на горках Смотрите ребят Это Это самый Настоящий Натуральный аттракцион Хе-хе-хе Вау Он меня заметил Он по-моему прыгает на меня В итоге наше ведро Вообще Забилось Сюда под крышу Сосед каким-то образом Выпрылся А вот кстати наш самолетик Который мы обнаружили Он реально стал огромного размера Соседушка лови Ву Он улетает И непонятно где спаунится Просто исчезает Смотри Сосед у нас что моется что ли Погоди А как он включил воду Эй О ребят Я тоже могу помыться Ха-ха-ха-ха А я не помню Уже вообще такая функция у нас была Чтобы мы могли мыться Я не помню Что мы вообще могли включать Эту штуку Ну-ка Врубается Вообще он не работает То есть краны эти не работают Но сосед видимо включил себе воду Он набирает здесь ванну Давайте знаете что я сейчас сделаю Я просто сейчас пописываю туда И пусть он в моем собственной моче Принимает ванну Все Наделали дел Короче говоря Пусть соседушка теперь уже Спокойно Спокойно моется И он не будет знать о том Что он не сможет все таки отмыться От этого всего дела Ладно друзья мои Давайте закончим Угарная серия получилась Я надеюсь что вам понравилось Вот она наша Газонокосилочка Маленького размера Если вам понравилось это видео Обязательно ставьте лайк Поддерживайте мои выпуски Пальцами вверх Для того чтобы у меня была мотивация Снимать больше Снимать веселей И находить какие-то интересные Баги, фишки, пасхалки Секреты здесь В этой игре Опять же у нас 22 число 22 декабря у нас на носу Буквально несколько дней осталось До выхода От закрытой альфы Третий Третий альфы Привет сосед Которую мы будем с вами проходить В день ее выхода Прямо на канале Поэтому подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить обновления Я с нетерпением жду этого момента Этого дня Когда все таки это случится И мы с вами будем тестировать Новый уже можно сказать Финальный Дом соседа Который будет в релизной версии В большей степени присутствовать Дом обещает быть огромным Навороченным Куча будет там ловушек Куча разных потайных ходов Короче говоря Я думаю что мы Очень-очень-очень много С вами будем Еще его исследовать Ну а пока что Я прощаюсь с вами Спасибо большое за просмотр Увидимся в следующем видосе С вами был Маугли Это была игрушка Hello Neighbor Всегда оставайтесь на высоте И покедова Субтитры сделал DimaTorzok